В День защитников Отечества в спортивном центре Верхосецки города Екатеринбурга прошли соревнования по мини-футболу среди трех воскресных школ, действующих при храмах Ивановского благочиния Екатеринбургской епархии, Благовещенского, Космодемианского и Иоаннопритеченского собора. Это мероприятие было проведено впервые и, как надеются организаторы, в дальнейшем оно станет доброй традицией и будет проводиться ежегодно. Подробнее о нем расскажет Ольга Веркиева. Идея проведения этого спортивного соревнования уже давно ждала реализации. Ведь каждая воскресная школа, как бы интересно ни протекала ее жизнь, время от времени должна выходить за пределы своего прихода. А те, кто ее наполняют, должны встречаться с другими, родственными им по духу людьми. Дело в том, что до сегодняшнего момента, вернее до момента, когда мы стали организовывать это мероприятие, мы были все отдельные. Ивановская церковь, воскресная школа Ивановской церкви, наша воскресная школа. Мы не знали, кто чем дышит и кто к чему стремится. Храм Благовещения, вот сегодня здесь у нас команда их тоже выступает. Мы сейчас детей объединяем, чтобы детям было интересно вместе. В ходе таких совместных мероприятий объединяются не только дети, но и их родители. Более того, объединяются приходы. Что сегодня очень важно, когда люди становятся все больше разобщенными. А так как соревнование проходило в рамках празднования Дня защитника Отечества, то было решено назвать его чемпионатом мира. Мира не потому, что это все мирное такое мероприятие, а потому, что оно является в сущности несением на земле, проповедью на земле мира. Потому что ребята, которые сегодня играют в футбол, они устремлены к объединению. И в этом объединении устремлены проявлять мир. Как отметил священник, в ходе игры ребята стремятся не просто выиграть, но и реализовать свои творческие потенциалы, которые проявляются индивидуально и в команде. Проявляются они и в том, что ребята помогают друг другу и постепенно начинают дружить. Когда-то в футболе у тебя как будто ты со своими друзьями на одной волне идешь. Я думаю, что мы можем дружить, потому что мы команда. Несмотря на то, что, как и в каждом соревновании, в этот день были победители и проигравшие, превозношение или уныние не было ни с той, ни с другой стороны. Такое есть грустное чувство, но все равно радость, что сегодня день за отечественника, ощущение, что состоялась эта игра. Радость от заслуженной победы, радость за других, радость от общения. Вот что вынесли из этой дружеской встречи участники соревнования и их болельщики. Кроме того, все получили свои награды и сладкие призы. О команде победителей был вручен и еще один особый главный приз. Сегодня победителям вручается вот этот удивительный образ правильного Симеона Веркатурского, который имел в своем сердце мир. И этот мир правильный Симеон Веркатурский несет сегодня всем вам. Икона покровителя земли Уральской – пресс-переходящий. Образ будет пребывать в храме целителей Косме и Дамиана в течение года, до следующего соревнования, когда вновь на спортивной площадке встретятся команды из разных воскресных школ. На очередном чемпионате мира определится новый победитель.